Так, ну что, еще раз всем добрый вечер, продолжим в нашей студии. Значит, последнее, то, что мы, последняя судья, условно, так можно сказать, которую мы проходили, это то, каким образом формулируется предложение мужчины осветить женщину, отделить женщину. Ну и главная мысль, не буду сейчас повторять все нюансы того, что мы видели, главная мысль там была такая, что он должен это формулировать так, чтобы она являлась субъектом высказывания, а не он. То есть он не может сказать, что я буду тебе там мужем, или наоборот, при разводе я от тебя ухожу. Должен сформулировать это так, что она должна быть его женой, или нареченной, или наоборот, он ее отсылает, то есть она должна быть в одном слове. Это была главная мысль, там были самые разные нюансы, да, говорит ли он мне или не говорит мне, то есть сокращенная фраза или фраза полная. И в продолжении, как бы, этой студии, собственно, идут дальше рассуждения в каком-то смысле тоже относительно формулы языковой, которую нужно использовать для, можно использовать для того, чтобы, осуществить кедушину, или наоборот, развод. И сейчас я покажу, где это у нас. Вот, мы сейчас вот тут, вот этот вот кусочек, это то, кусочек, который мы не читали еще. Приводится, как бы, другого рода фразы, да? Какие? Вот ты моя жена, вот ты моя нареченая, вот ты приобретена для меня. Это три первые фразы. И они вполне достаточны для того, чтобы она была посвящена ему, чтобы она была отделена от других. И еще три фразы. Ты моя, вот ты моя, или вот ты в моем владении, как бы, или вот ты нуждающаяся во мне, скукали. Здесь это переводится, у тебя есть связь со мной. Ну, может быть, можно и так перевести. Вообще, закук – это тот, кто нуждается, как бы, да, или подчинен в каком-то смысле. Ну, и вот эти три фразы тоже вполне годятся. Значит, если мы к ним присмотримся, да, то есть первые три фразы, они, в общем, ну, как бы понятны, да? То есть можно сказать «жена», можно сказать «нареченная», «руса», можно сказать «приобретена», это, собственно, язык Мишны самой, да? Айшанникнет, то есть вот это приобретение, помянуто в Мишне, и Мишна разбирала, почему, собственно говоря, такой язык используется для кибелджин. И поэтому эти первые три фразы, они вполне понятны. Вторые три фразы, они как бы, ну, менее очевидны, да? «Ты моя». Ну, можно, конечно, сказать, что «ты моя», ну, в общем, является сокращением, да? То есть это, по сути дела, мы в прошлый раз говорили, что такое баль, баль – это хозяин, да? Буквально. Владелец. Поэтому, в общем, ну, нормально. То же самое касается бершути, то есть в моих владениях. А вот скукали, это как бы менее очевидная вещь, то есть нуждаешься во мне, то есть для этого должны быть какие-то, может, библейские ассоциации или, может быть, из языка Мишны какие-то ассоциации, да? Их вроде бы, я, по крайней мере, их не вижу. Ну, посмотрим, может быть, по этому поводу что-то скажет Талмуд. Пока что Талмуд говорит нам следующее. Талмуд говорит «в элитный гукул гукефада». Талмуд удивляется, говорит, а почему их разбили на три? Три и три, да? То есть сначала три, а потом еще три. Почему бы не сказать «все шесть за раз?» На самом деле этот вопрос Талмуда, он в каком-то смысле акцентирует наше внимание на том, что здесь у нас две тройки, да? И вот то, что я сказал, что первая тройка, она как бы является более очевидной, вторая менее очевидной, это мы с вами отметили, да? И в каком смысле недаром они отделены одна от другой. Но ответ Талмуда – не такой, да? То есть Талмуд не говорит о том, что здесь действительно две, два сорта, что ли, высказывать. Одни более очевидны, другие менее очевидны. Талмуд говорит о том, «Тана тлат-тлат шмаингу выгарсинам». То есть Талмуд говорит о том, что решили сформулировать по три, для того, чтобы было легче выучить. Так, по сути дела, получается. Или, как здесь переводчик пишет, учитель этой бараты услышал так от своих учителей, и поэтому так же их и научил. Но это необязательно переводить именно так. Можно, как я сказал, да? То есть здесь зависит от того, как мы переводим слово «тану». «Тану» мы переводим как «учитель» или переводим как «учили». То есть мы учим 3-3 для того, чтобы услышали их и выучили их. Так можно перевести. Ну, а можно перевести так, как вот в этом переводе. Учитель, значит, по три их учил. Но так или иначе, ясно, что это в каком смысле причина мнемоническая вроде бы, а не какая-то другая. И дальше нам Талмуд уже сам задает вопрос. Иба или просили их? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...